Но, тем не менее, слово для следующего доклада на тему совершенствования молочных смесей невозможное возможно от коллектива авторов. Этот доклад вам представит доцент Российской медицинской академии после дипломного образования Дмитриева Юлия Андреевна. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, действительно уникальные свойства грудного молока, о котором говорила в своем докладе Ольга Леонидовна, продолжают интриговать создателей молочных смесей, создателей детского питания, для того, чтобы хотя бы отчасти в продуктах, которые получают младенцы, повторить те уникальные функции, которые имеет ребеночек, который получает грудное вскармливание. Безусловно, состав грудного молока очень сложен, и в рамках одного доклада, одного семинара рассказать про историю адаптации всех компонентов невозможно, поэтому в рамках настоящего сообщения мы хотели бы остановиться на жировом компоненте, о котором очень много говорилось сегодня во всех сообщениях. Но, наверное, это подтверждает его загадочность, уникальность и интерес ученых, исследователей, которые не утихают до настоящего времени. Если вернуться к вопросам, как подходили к адаптации молочных смесей, можно вернуться к нашим основным регламентирующим документам, которые были довольно-таки давно изданы, рекомендации Контакс Алиментариус, ФАУ, ВОЗ, которые прописывали основные этапы адаптации компонентов в детском питании и определяли основные подходы. И, в частности, если мы посмотрим на адаптацию жирового компонента, что рекомендовали? Это действительно удаление животного жира и обогащение смесей жирами растительного происхождения, поскольку уже тогда понимали, что это является основным источником полинасыщенных жирных кислот, незаменимых компонентов, которые необходимы ребенку раннего возраста для развития. Почему, в общем-то, об этом шла речь? Потому что исходно было известно, что действительно самую основную долю жиров грудного молока представляют триглицериды. Как Ольга Леонидовна говорила, они составляют порядка 98%, в структуру которых как раз входят те полидосыщенные жирные кислоты, о которых я хотела в нескольких слайдах сказать. Ну а на те компоненты, долю которых составляет всего 2%, на первом этапе не уделялось такое большое внимание, но, наверное, не было еще достаточных данных об уникальности их свойств и роли в развитии ребенка. Так вот, когда как раз-таки получили данные по поводу уникальности строения жиров грудного молока, и об этом тоже было упомянуто, о уникальном строении жировых глобул, а их мембране, который содержит в своем составе, помимо триглицеридов, те липиды, которые называют комплексными, к которым относятся фосфолипиды, ганглиозиды, холестерин, которые тоже немаловажны в развитии ребенка и определяют уникальные свойства грудного молока, этапы адаптации пошли немножечко по более усложненному механизму, и я постараюсь отследить все этапы, которые проходили производители детского питания. Так вот, если мы вернемся назад к возможности адаптации по вот этому самому максимальному компоненту, по триглицеридам, хотелось бы сказать, что они как раз те компоненты, которые формируют глобулы, они разнятся у различных видов млекопитающих, и у человека в процессе лактации тоже имеют различный диаметр, что определяет возможность и площадь соприкосновениями с ферментами, и, соответственно, определяет становление ферментативных систем у ребенка, которые позволяют более оптимально усваивать жировой компонент. Триглицериды в своем строении представляют собой глицериновую основу, в котором крепятся жирные кислоты, которые могут разниться и по длине цепи, и по количеству двойных связей, мононенасыщенные, полиненасыщенные. Кроме того, определенные значения играет не только их состав, но и расположение в структуре триглицериды, которое определяет различные функции. Так вот, первый интерес ученых касался как раз двух классов, именно полиненасыщенных жирных кислот, это класс омега-3 и омега-6, интерес первичный, а линолевая кислота в классе омега-6 и альфа-линоленовая в классе омега-3. Почему это происходило? Потому что эти полиненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми в детском организме, ребенок их не может синтезировать, они находятся в грудном молоке, и, соответственно, ребенок не будет нормально развиваться, если детские молочные смеси их не будут иметь. И вот как раз-таки концепция обогащения детского питания растительными жирами подразумевала, что в составе растительных жиров ребенок будет получать вот эти два класса уникальных полиненасыщенных жирных кислот. С физиологической точки зрения это очень важные компоненты по той простой причине, что они входят в состав мембран практически всех клеток организма. Мало того, что они определяют структурные функции, они еще и определяют проницаемость, текучесть липидного слоя, ферментактивную активность, работу рецепторов, распознавание антигенов, электрофизиологические свойства мембраны. Соответственно, поскольку мембраны есть во всех органах и клетках, без наличия этих компонентов нормальное функционирование организма невозможно. Следующим этапом адаптации было более детальное изучение жирно-кислотного состава грудного молока, которое подтвердило, что помимо этих полиненасыщенных жирных кислот, линолевый, альфа-линоленовый, грудное молоко в своем составе содержит свободные длинноцепочные полиненасыщенные жирные кислоты. Интерес самый особый до сих пор остается к архидоновым и докозагексоеновым кислотам. Почему? Про их уникальные свойства я тоже кратко скажу в нескольких слайдах. Но поскольку грудное молоко содержит это в свободном состоянии, наверное, для чего-то это нужно. По сути, по такому механизму превращения они не являются незаменимыми компонентами, и ребенок в принципе должен их вырабатывать сам, превращая линолевую альфа-линоленовую кислоту. Однако вот эта степень превращения у младенца, который получает искусственное вскармливание, недостаточно состоятелен, и все равно уровень свободных длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислот в организме ребенка, получающий искусственную смесь, не доходит до такового, который получают детки на грудном вскармливании. А мертвым архидоновая кислота важный участник всех воспалительных реакций является предшественником процегландинов, ликотриенов, тромбоксана, компонентом клеточных мембран, адакозгексоеновая кислота входит в состав структуры фосфолипидов головного мозга, сетчатки глаза, что, собственно, тоже определяет уникальность ее функций. Интерес к этим компонентам был еще из тех позиций, что корреляция между степенью накопления длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислот и степенью развития созревания головного мозга тоже была четко показана, и первые два года жизни наряду с ростом головного мозга определяет уровень накопления этих полиненасыщенных жирных кислот в структуре ткани. Кроме того, первые исследования фундаментально еще в конце XX века продемонстрировали, вот как раз исходя из этой концепции, что детки, которые получают смесь лишенной этих компонентов, имеют гораздо более низкую концентрацию полиненасыщенных жирных кислот в структуре ткани головного мозга. И три концепции, которые продолжают обсуждаться до настоящего времени, не углубляясь детально во все исследования, но которые подтверждены к настоящему моменту на основании результатов больших рандомизированных контролированных работ, они подтвердили, что введение длинноцепочных свободных полиненасыщенных жирных кислот, мы сейчас делаем акцент на арахидоновую докозагексоеновую, они, во-первых, определяют очень важную роль в становлении когнитивной функции постнатального развития центральной нервной системы, по той простой причине, что они участвуют в формировании синапсов, в передаче нервных импульсов, в процессах меленизации, нейрогенеза, синаптогенеза, ну и, соответственно, развитие нормальных сенсорных, моторных, поведенческих реакций у растущего ребеночка. Второе направление, в отношении которого есть четкая доказательная база, это роль этих компонентов в становлении зрительного анализатора, за счет того, что они принимают участие в формировании рецепторов сетчатки, участвуют в их функции, ну и рандомизированные контролированные исследования продемонстрировали, что детки, которые получают питание, обогащенное данными компонентами, демонстрируют лучшие показатели остроты зрения, лучшие показатели зрительно вызванных потенциалов, чем детки, которые их не получают. Ну и третье направление, которое продолжает изучаться, это роль вот этих компонентов в становлении иммунной системы, обусловлено это тем, что свободные длинноцепочные полинасыщенные жирные кислоты мало того, что входят в состав клеточных мембран иммунных клеток, они способны определять профиль цитокинов, которые вырабатывают клетки иммунной системы, ну а клинически это выражалось в снижении частоты респираторных заболеваний, аллергических заболеваний и приближении цитокинового профиля к таковому, который демонстрируют детки на грудном молоке. Но, как Ольга Леонидовна сказала, чтобы дойти до чего-то, нужно просто идти, исследователи не стояли на месте, и интерес в дальнейшем возник вот к той фракции, которая, в общем-то, демонстрировалась как минорная, и в частности к тем липидам, которые мы называем сейчас комплексными, потому что их детальное изучение в дальнейшем продемонстрировало, что, собственно, они оказывают ничуть не меньше роль и значение в развитии ребенка раннего возраста, и очень важное значение имеет в структуре грудного молока. В частности, фосфолипиды, которые в женском молоке содержатся по разным данным, в средней концентрации где-то 300 мг на литр, это комплексные липиды, которые содержат в своем составе деглицерид, фосфорную группу и какую бы то ни было органическую молекулу. И что интересно, когда, основываясь на концепции, что, наверное, эти компоненты тоже имеет смысл ввести в смеси за счет другого этапа адаптации жирового компонента, то когда проанализировали содержание в среднем в тех формулах, которые попали под исследование, оказалось, что практически ни в одной из них уровень фосфолипидов не достигал среднего значения, как такового, который содержится в грудном молоке. И еще что интересно, что структура фосфолипидов, таковая как в грудном молоке, наиболее максимально приближена именно в молочном жире. Никакие другие альтернативы, как яичный белок, как соевый белок, не позволяют повторить вот такие уникальные свойства, уникальный состав фосфолипидов, какие есть в молоке матери. При этом, когда получили вот эти данные по составу фосфолипидов в грудном молоке, было показано уже в клинических исследованиях, что если касаться, например, полинасыщенных жирных кислот, то они гораздо лучше всасываются, например, у недоношенных младенцев, именно в структуре фосфолипидов, а не в структуре триглицеридов. Опять же, в концепции того, что фосфолипиды также необходимы для того, чтобы оптимизировать жировую составляющую смеси. А в исследованиях на животных, например, были получены данные, что арахидоновая кислота, о которой много говорилось, которая входит в структуру клеток центральной нервной системы, например, в ткани мозга приматов преимущественно накапливается также в структуре фосфолипидов, а не триглицеридов, что также определило интерес ученых именно вот к этой минорной фракции. В отношении ганглиозидов Ольга Леонидовна представила данные по их составу и функции, на что стоит обратить внимание, что это также очень важные компоненты, которые содержатся в клетках головного мозга и участвуют в росте, в миллионизации, в формировании связей между нейронами. И опять же, исследования, которые первично позволили оценить наличие данных компонентов в составе молочных смесей, показали, что того среднего уровня, который достигают эти компоненты в составе грудного молока, ни в одной из смесей не было получено, что опять же предполагает, что, наверное, наша адаптация, которая была первого этапа, скорее всего, не совсем состоятельная. Про эти исследования говорила Ольга Леонидовна в своем докладе, поэтому помимо того, что ганглиозиды влияют на развитие головного мозга когнитивные функции, они определяют целостность кишечного барьера, это было подтверждено в клинических исследованиях, они снижают частоту инфекционных диарей разных возбудителями, они определяют некое иммуномодулирующее действие, в частности, поддерживают соотношение техелперов у младенцев, которые свойственны таким деткам на грудном молоке, они стимулируют более высокий уровень секреторного иммуноглобулина, а опять же сравнимый с таковым у младенцев, которые получают грудное вскармливание. В отношении холестерина также интересные свойства, которые, в общем-то, с позиции, о которых тоже говорилось в предыдущем докладе, о том, что в грудном молоке это молоко, которое содержит, наверное, один из максимальных уровней холестерина по сравнению с другими млекопитающими, и он действительно необходим, и о его свойствах тоже говорилось, но детки, которые получают грудное молоко, исходно имеют более высокий уровень холестерина в сыворотке, и, как говорилось в предыдущем докладе, предполагается, что это имеет определенное протективное значение в плане профилактики гиперхолестериномии во взрослом состоянии. Ну и, наконец, возвращаясь вот к этому уникальному строению жировых глобал молока, которые в своей мембране как раз-таки содержат те уникальные липиды, данные по физиологическим свойствам и по эффективности которых сейчас накапливаются, получены в все большем количестве, определили этапы. Следующая адаптация жирового компонента, который, возможно, вначале определял это введение комплексных липидов как изолированных или молочного жира как источника холестерина, но и, наконец, уникальный этап, когда, в общем-то, ученым удалось попытаться ввести целостные вот эти вот жировые глобалы, которые бы включали в себя те уникальные комплексные липиды, о которых сейчас продолжают получаться данные по их уникальным свойствам. Я хотела представить результаты исследования, которые, собственно, подтвердили эффективность введения вот этих вот мембран жировых глобал молока в состав детской смеси. Большое исследование, которое было проведено относительно недавно с участием довольно-таки большой когорты пациентов. Это было 160 младенцев, которых рандомизировано распределили в зависимости от получаемой смеси. Это была как раз экспериментальная смесь, которая содержала в себе мембраны жировых глобал, или стандартная смесь, которая была в остальном по жировому компоненту также адаптирована, но без этих жировых глобал. Ну и контрольную группу составили детки на грудном вскармливании. Длительность наблюдения составила 6 месяцев, длительность кормления. И к году были получены как бы ретроспективные данные по их когнитивному развитию, по частоте инфекционных заболеваний, по физическому развитию. Первым важным моментом, который был получен в ходе данного исследования, это подтверждение того, что детки, которые получали экспериментальную связь, ни в чем не отличались по физическому развитию, ни от детей, которые вскармливались стандартной смесью, ни от детей, которые получали грудное молоко. Не было достоверных различий в составе тела, не было достоверных различий в уровне незаменимых аминокислот. Ну и интересные данные в отношении когнитивного развития, в возрасте года младенцы, которые получали смесь, обогащенную вот этими уникальными жировыми глобалами, демонстрировали достоверно более высокие показатели когнитивного развития в соответствии со шкалой Бейли, которые были сравнимы с грудным молоком, но достоверно превышали показатели у детей, которые вскармливались стандартной смесью. И данные по частоте инфекционной заболеваемости, в частности, было показано, что детки, которые получали вот эту экспериментальную смесь, достоверно реже попадали в стационар по такому заболеванию, как АТИ, достоверно реже требовали использования антиперетиков, что позволило предположить влияние данных компонентов на становление иммунной системы. Ну и, наконец, продукты, которые представлены организатором данного семинара, уникальная смесь, которая в своем составе в плане жирового компонента последовала всем тем этапам, о которых я постаралась сказать. Это введение и полинасыщенных жирных кислот эссенциальных, и обогащение свободными длинноцепочными полинасыщенными жирными кислотами, ну и введение вот этих вот уникальных мембран жировых глобал молока, которые подтвердили свою эффективность в предыдущем исследовании, о котором я сказала. Ну, спасибо за внимание. Можно ответить на вопрос.